Вот и закончился 2020 год, а значит пришло время подвести итоги и поговорить о крутых, неизвестных широким массам смартфонах, которые будут актуальны в 2021. В этом ролике я расскажу вам о 10 смартфонах, получивших хорошее железо и уникальные фишки, что тем не менее не дало прогреметь им на весь мир по различным обстоятельствам. 2020 оказался сложен и для производителей, многие мелкие бренды не выдержали конкуренции, а остальных прибило пандемией COVID-19. Тем не менее я нашел для вас интересные предложения и расскажу о них и даже на некоторые оставлю ссылки в описании в этом выпуске. Поехали! Китайская компания 8848Fons, в названии которой таится высота самой высокой в мире горы Эверест, специализируется на выпуске нестандартных дорогих смартфонов. Еще 29 марта 2020 они представили модель M6, которая до сих пор не потеряла своей актуальности. Это роскошный флагманский смартфон за большие деньги, чем просят даже за Samsung Galaxy Z Fold 2. И есть две вещи, которые сильно отличают 8848M6 от многочисленных бутиковых и бесполезных смартфонов. Во-первых, девайс целиком разработан с собой 8848, а не основан на стороннем аппарате. Во-вторых, скрывает флагманскую начинку. Чип Snapdragon 865, тройную камеру с основным 64-мегапиксельным датчиком и поддержкой записи видео 4K, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 1 ТБ встроенной. По-моему, это единственный терабайта фон в 2020-м. Кроме того, смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 6 и оснащен батареей на 4380 мАч с поддержкой зарядки на 27 Вт. Еще одна фишка 8848 – это круглый дисплей на задней панели, на котором отображается очень крутой и стильный лицензированный циферблат в режиме Always On. Корпус же изготовлен из титанового сплава в комбинации с разными материалами, а в общей сложности M6 доступен аж в 11 версиях. Самая простая в титановом корпусе и вставками из телячьей кожи обойдется около 1800 баксов, а за самую дорогую в коже крокодила и рубиновыми кнопками придется отдать уже более полумиллиона рублей. Компания ByteDance, известная также как владелец TikTok, представила свой второй смартфон – Smartisan R2. То есть деньги, как вы поняли, у них имеются. В ушедшем году это был, пожалуй, единственный флагманский смартфон, где ставка сделана на дуэт программного обеспечения и дизайна. Гаджет получил стеклянно-металлический корпус с плоскими торцами и одновременно у него изогнутый дисплей. Компании удалось каким-то образом примирить два, по сути говоря, антипода между собой, чего, кажется, не делал еще никто в мире. Сама эта панель, кстати, 6,67 дюймовый AMOLED 2340 на 1080 точек и частотой 90 Гц. А еще здесь есть переключатель а-ля iPhone или OnePlus, только его здесь еще можно и настраивать на разные функции. У белой версии на спинке есть фотохромные надписи, которые видны лишь при прямом освещении. Обычно камера не является сильной стороной смартисан, но в R2 компания не поскупилась на достойный комплект из четырех объективов во главе со 108-мегапиксельным сенсором. Поддерживается запись видео в 8К на 30 фпс и, что отдельно замечает производитель, таймлапсов в таком же разрешении. Аппаратная основа – чипсет Snapdragon 865. Встроенный аккумулятор имеет емкость 4510 мАч и подпитывается от 55-ваттного блока. Софт смартфона Android с фирменной оболочкой Smartisan OS. Она остается предана скеваморфизму, что лишь подчеркивает необычность смартфона, за который просят от 600 до 980 долларов. Еще в конце 2018-го, неожиданно для многих, компания Rayol анонсировала свой первый смартфон. Одновременно это был первый в мире складной смартфон, получивший название FlexPie. Так вот, в 2020-м компания выпустила его преемника – FlexPie 2. Прогресс оказался впечатляющим. Гаджет получил гибкий OLED-дисплей CK DaWing третьего поколения, а сам корпус можно сложить с нулевым зазором. Компания утверждает, что разработчики уменьшили общую толщину телефона в сложенном состоянии на 40% по сравнению с предыдущей моделью. По сути, это настоящий планшет-смартфон. Способствует этому 7,8-дюймовый дисплей собственного производства с разрешением 1920 на 1440 пикселей при соотношении сторон 4 к 3. В сложенном состоянии вы получаете два экрана диагональю на 5,5 и 5,4 дюйма. Сам же смартфон построен на базе Snapdragon 865, поддерживает 5G и Wi-Fi 6, имеет стереодинамики, 64-мегапиксельную основную камеру с трехкратным оптическим зумом и даже барометр. Rayol FlexPie 2 работает под управлением WaterOS 2.0 на базе Android 10, напоминающую Huawei MUI. Интересно, чтобы у оригинального FlexPie смахивало тогда на MIUI, и при этом он не стоит как самолет, ну или Galaxy Z Fold 2. Версия на 8,256 оценена в 9988 юаней, что равняется примерно 116 тысячам рублей. Модульный смартфон FireFone 2 был представлен летом 2015 года, а в продажу поступил в конце того же года по цене более чем 500 евро. А FireFone 3 стали продавать 3 сентября ушедшего года. Он состоял из нескольких основных модулей, которые облегчают ремонт в случае возникновения такой необходимости. В плане технических характеристик здесь всё довольно скромно. Но акцент производителя именно на универсальности модульной конструкции. FireFone 3 Plus принёс за собой лишь новую камеру, которую производитель рекомендовал владельцам простой тройки докупить отдельно и заменить её в домашних условиях. Неплохо? По-моему, да. Модульность и возможность самостоятельного ремонта – это буквально идеология FireFone. Компания таким образом стремится максимизировать срок эксплуатации своих устройств и, как следствие, снизить вред природе, наносимый безответственным потреблением смартфонов. Однако, несмотря на примитивность железа, цены здесь далеко не бюджетные. За 3 Plus попросят 469 евро, что около 42 тысяч рублей, и крайне много за такое железо, которое есть в нём. Компания LG в 2020-м без лишнего шума представила V60 Sync 5G. Смартфон ожидаемо стал во всём лучше предшественника, но, скорее всего, его ждёт та же судьба, что и многие предыдущие флагманы LG. Он получил флагманское железо Snapdragon 865, экран OLED с диагональю 6,8 дюйма, Full HD Plus и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Правда, основная камера лишь двойная с датчиками на 64 и 13 Мп, и в ней нет телевика. Среди дополнительных особенностей стоит выделить наличие 32-разрядного центрального аудиопроцессора, стереодинамиков, 4 микрофонов, поддержку Wi-Fi 6 и защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Как и прошлая модель линейки V, новинка получила фирменный чехол Dual Screen со вторым экраном. В итоге, с одной стороны, мы имеем смартфон с флагманской платформой и рядом приятных особенностей. С другой, объём оперативки в 8 гиг далеко не рекордный, разрешение экрана хуже, чем у ряда других флагманов, а рамки далеко не самые узкие на рынке. Но всё упирается в ценник, а сейчас он крутится у отметки в 40 тысяч рублей, что, на мой скромный взгляд, всё же заставляет закрыть глаза на недостатки корейца. А это флагман 2019 года с соответствующим железом в виде Snapdragon 855+. Nubia Z20, к сожалению, не получил продолжения. В 2020-м компания сконцентрировалась на геймерских устройствах серии Red Magic, а полноценного флагмана второго полугодия у неё вообще не случилось. Да и вообще, Nubia за год выпустила всего три смартфона. Печально видеть такой кризис у одного из самых безумных игроков рынка смартфонов. Nubia Z20, напомню, это флагман, который выделяется отсутствием фронталки, но одновременно имеет сразу два дисплея. Основная панель 6,42-дюймовый изогнутый дисплей с разрешением 2340 на 1080 точек, дополнительный 5,1 дюйма плоский экран с разрешением 1520 на 720 точек. Он здесь для селфи и удобного управления в играх. Такой себе тачпад во всю спинку смартфона. За селфица здесь поможет тройная 48-мегапиксельная основная камера при развороте аппарата. Оба экрана в режиме ожидания могут отображать различную информацию, включая данные о текущей погоде, времени или восходе-заходе солнца, а также различные статистические и анимированные изображения. Во время игры или телефонного разговора второй экран может отображать различные анимационные эффекты. А еще на двух экранах можно работать одновременно сразу с двумя приложениями. А этот смартфон по праву можно окрестить обладателем самого крутого дисплея на рынке. Думаю, продавай Sharp эти матрицы другим производителям, то компания могла бы заработать намного больше. Хотя, конечно, не мне судить, однако только вдумайтесь. В Sharp Aquas RPG используется 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 3168 на 1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью в 1000 нит. Этот экран отображает миллиард оттенков вместо привычных 16 миллионов. К тому же здесь используется технология EXO, а не AMOLED, то есть он лишен недостатков последних, таких как Pentile и SHIM. А при отображении статичной картинки он вообще уходит в режим 1 Гц и практически ничего не потребляет. Правда, ставить под EXO сканеры пальца пока еще не научились, поэтому тут в экране помимо выреза для фронталки есть еще и вырез для сканера отпечатков. Отрубать бы пальцы дизайнерам за такое решение. Из прочего, Snapdragon 865, квадрокамера, 12 ГБ оперативки, Wi-Fi 6, защита IP65 и 68 и аккумулятор на 3730 мАч. В Японии смартфон предлагают по цене около 93 тысяч рублей. Трудно, конечно, оправдать такую цену одним лишь экраном, при отсутствии у смартфона других ярких особенностей. Японцы умеют оперативно реагировать на новые потребности рынка. Их новинка Fujitsu Arrows NX9 поступила в продажу под занавес 2020 на местном рынке. Но несмотря на это, фанаты компании по всему миру предпочитающие качественное защищенное решение с лейблом Made in Japan, очень и очень долго ждали этот смартфон. Когда я говорил о рыночной гибкости японцев, я имел в виду одну интересную фишку нового смартфона. Она заключается в специально продуманном корпусе, которому под силу выдержать натиск любых дезинфицирующих средств. Но кроме санитайзеров на основе гипохлорита натрия, от него краска облазит. А все остальное можно. И смартфоны из-за этого ничего не будет. Думаю, достаточно актуально в период COVID-19. Ну а вообще Fujitsu зачем-то сделала клон Samsung Galaxy Note 10. По характеристикам это крепкий середняк. Snapdragon 765, тройная камера и аккумулятор на 3600 мА. Аппарат поддерживает 5G и, что немаловажно, имеет полноценную защиту по стандартам IP65-68 и военному MIL-STD-810G, который обеспечивает целостность конструкции при падении с высоты полтора метра на бетонный пол, а также гарантирует высокий уровень устойчивости к различным негативным внешним факторам, таким как низкие и высокие температуры, повышенная влажность, пыль, вода и так далее. И это все при стеклянном корпусе с изогнутым 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с минимальными рамками. Просят за аппарат японцы около 70 тысяч рублей, что, как по мне, вполне себе конкурентноспособный прайс. Вообще говоря, Hybe R8 не смартфон, с него не позвонишь, однако крайне похож на таковой и поддерживает LTE, так что расскажу и о нем. Это невероятно крутой Hi-Fi-плеер с экраном диагональю 5,5 дюймов и разрешением Full HD, который поставляется в настоящем чемодане. По характеристикам тут 6 гигабайт оперативной памяти и 128 встроенной. Поддержка microSD емкостью до 2 терабайт, а Snapdragon 660 – самый мощный процессор, когда-либо используемый в портативном плеере. Версия Hybe R8 из нержавеющей стали, оснащена слотом SIM для подключения к 4G, что позволяет передавать и скачивать музыку в любом месте. В этом можно не сомневаться, так как производитель запихнул сюда аккумулятор аж на 10 тысяч мАч. Работает все это дело под управлением Android 9.0. Весит же Hybe R8 внушительное 520 грамм, а стоит не менее внушительное 16 тысяч юаней, что приравнивает со 186 тысячам российских рублей. Удивительно, но четвертая серия Honor Play оказалась практически незамеченной, причем кажется, что в Китае тоже. А зря, Play 4 и Play 4 Pro – одни из самых интересных смартфонов Huawei и Honor средневысокого класса в прошлом году. Оба получили поддержку 5G, IPS-дисплей с отверстием под фронтальную камеру. У Play 4 Pro она вообще двойная. Сканер отпечатка пальца на торце, корпус из особого стекла Magic UI 3.1 и Android 10. В остальном смартфоны очень разные. Так, Honor Play 4 построен на чипсете Mediatek Dimensity 800, младший брат в линейке новых мощных 5G-чипов от Mediatek. Тогда как Honor Play 4 Pro работает на топовом фирменном Kirin 990, как во флагманских Huawei Mate 30. Удивительно то, что у флагмана по железу применена редкая в 2020 году двойная камера с 40-мегапиксельным основным сенсором RYYB и 8-мегапиксельным телевиком без ширика. Вот серьезно, где вы еще видели смартфон, у которого спереди ширик есть, а сзади нет? У младшей модели фотообласти все по классике. Четыре камеры с 64-мегапиксельным основным сенсором, 8-мегапиксельным шириком и двумя 2-мегапиксельными сенсорами. Цена Honor Play 4 Pro составляет 2899 юаней или 33 700 рублей, младшенький же обойдется примерно на 10 тысяч дешевле. На этом, пожалуй, мы и закончим наш топ крутых смартфонов конца 20-го, начала 21-го года, о которых мало кто знает. Ссылки на некоторые из них я оставил в описании. Надеюсь, этот год принесет за собой еще много крутых смартфонов, о которых я вам расскажу в своих следующих видео. Поэтому подписывайся, чтобы не пропустить их и делись этим роликом в соцсетях, чтобы эти гаджеты увидели их потенциальные покупатели. До встречи в следующих выпусках! Субтитры сделал DimaTorzok